Ну что, господа хорошие, вот мы и добрались до завершающего урока по базовой теоретической части программы Adobe Photoshop. На протяжении ни много ни мало 48 уроков мы изучали эту программу. Очень многое прошли, очень многое узнали, да. Но, конечно, совершенству нет предела, и этот Photoshop можно изучать еще 10 лет без передышки. Настолько огромна эта программа. Так вот, в этом уроке давайте теперь мы посмотрим, как настраиваются глобальные такие параметры этой программы. Работать-то мы с ним научились, да, с этим Photoshop. Вот настраивать-то пока еще нам его не приходилось. Ну так вот, чтобы попасть в эти глобальные настройки этой программы, заходите в редактирование, установки и основные. Или можно нажать на клавиши Ctrl-K, тогда у вас это быстро все откроется. В общем, вот это вот самое окно настроек. Здесь все настройки разделены по вот этим разделам. Ну, самое первое, это, конечно, основные. Что тут надо нам знать? Во-первых, это интерполяция изображения. Выберите здесь бикубическое четче. Это наилучшая интерполяция для уменьшения. Потому что, если вы проходили этот курс по Photoshop, вы заметили, что очень часто нам приходилось уменьшать фотографии. Уменьшать. То есть, чего-нибудь вырезать из изображения, переместить на другое, а потом уменьшить. Ну, так вот, чтобы это уменьшение проходило наиболее корректно, выберите вот этот вот вариант, бикубическое четче. Вот. Так, следующие настройки, которые надо знать, это смена инструмента клавиши Shift. Вот. Если у вас не будет стоять здесь эта галочка, тогда вы можете менять инструменты без клавиши Shift. Чтобы вы поняли, вот смотрите, о чем я говорю. Каждая группа инструментов имеет свою горячую клавишу. К примеру, вот эта вот архивная кисть и художественная кисть имеют свою горячую клавишу U. Ну, не U, а U, короче. Вот, видите. И чтобы переключаться между ними, не обязательно вот сюда заходить. Достаточно просто нажать на клавишу U. Видите, я нажимаю на клавишу U, и они у нас меняются. Художественная кисть, архивная кисть. Если вы в этих настройках поставите вот эту вот галочку, смена инструмента клавиши Shift, тогда простым нажатием на горячую клавишу вы уже не отделаетесь. Вам придется нажать сначала на Shift, а потом уже на горячую клавишу. Тогда переключаться у вас будет. Если вы просто будете нажимать на букву U, тогда у вас переключаться уже инструменты не будут. В общем, вы поняли, да? Итак, давайте дальше смотреть. Следующее, что надо нам знать, это вот масштабировать колесико мыши. То есть, вот если вы поставите эту галочку, тогда вы сможете масштабировать этот проект свой обычным колесиком мыши. Вот я кручу его вперед, изображение увеличивается. Кручу назад, оно уменьшается. Вот это принцип, короче, вот этого колесика. Этой настройки. Так что, если вам это интересно, можете оставить эту настройку. Но я ее отключу, потому что мешает. Иногда задеваешь это колесико, и тебе не надо это увеличивать, уменьшать. А оно само уменьшается, увеличивается. Не надо это нафиг. Переходим к следующей группе настроек. Это интерфейс. Что тут интересного? Вот, обратите внимание на эту настройку. Это граница. Здесь у меня стоит не показывать. Но тут есть и другие параметры. Это, например, тень. Если вы выбираете тень, вот эту вот, тогда вокруг изображения появится такая темная тень. Это в основном используют новички. Опытные фотошоперы эту настройку никогда не используют. Потому что она может сбить. Потому что эта тень, она как бы вас сбивает с толку. Вы можете подумать, что эту тень вы добавляли в самих стилях. Вот. Особенно вот в веб-дизайнере, когда шаблон сайта рисуют. Эта тень, она вообще сбивает. Так что не советую ставить эту настройку. Лучше поставьте не показывать. Вот. Все опытные фотошоперы ставят так вот эту настройку. Чтобы никаких теней, ничего лишнего не было. Вот. Дальше идем. Открыть документы во вкладках. Вот. Тоже интересная настройка. Если вы привыкли к старым версиям фотошопа, то там по умолчанию все новые документы открываются в отдельных окнах. Ну, например, откройте вы пять изображений, они у вас все в отдельных окнах откроются. Здесь же, в новых версиях, есть такая возможность открывать документы во вкладках. Вот если я выбираю эту настройку, поставлю на ОК, смотрите, что произойдет. Вот я открываю несколько изображений, допустим, ну вот столько вот, да, вот давайте, четыре изображения. Нажимаю открыть. Видите, они у меня открылись в новых вкладках, вот здесь вот. Это я вам рассказывал еще в самых первых видеоуроках, когда мы настраивали там рабочую среду. Вот. Если вам это интересно, можете оставить. Но если вы привыкли, чтобы все изображения открывались в отдельных окнах, тогда отключайте эту настройку. Ну, а мы переходим дальше. Так, интерфейс. И вот еще интересная такая возможность. Это когда вы чего-то там напутаете с рабочими средами. Ну, то есть, все там перепутаете нафиг, да. То, чтобы восстановить это все по умолчанию, как оно и было, можете нажать вот на эту вот кнопочку. Тогда у вас восстановятся все рабочие среды по умолчанию. У меня тут по-английски написано, но бывает в русских версиях программы, там это все написано по-русски. Восстановить рабочие среды по умолчанию. Вот. Короче, это находится по адресу интерфейс. И вот такая кнопочка, запомните. Нажмите на нее, и все рабочие среды у вас восстановятся. Так, переходим дальше. Обработка файлов. Что тут интересного? Вот здесь интересная настройка. Это максимизировать совместимость файлов PSD и PSB. Здесь поставьте лучше всегда. Это когда Photoshop пытается там максимизировать совместимость между PSD файлами, когда вы их скачиваете из интернета, когда сохраняете. В общем, вот эта вся бурда, когда он задает много лишних вопросов по совместимости, чтобы этих вопросов не было, поставьте всегда. И тогда Photoshop будет уже знать, что ничего вам задавать глупых вопросов не надо по поводу этих совместимостей. Все. Поставьте всегда и забудьте про это. Дальше едем. Выполнение. Ну, или тут бывает еще написано производительность. Ну, в моем случае это выполнение. Использование памяти. Здесь вы можете, сколько вам не жалко, отдать Photoshop памяти оперативной для работы. Вот у меня стоит 1920 МБ. Мне этого, в принципе, хватает. Ну, тут вот даже рекомендация есть прямо в этих настройках. Идеальный диапазон это от 1790 МБ до 2343 МБ. Ну, что-то посерединке поставьте. Если компьютер позволяет, то поставьте больше. Тогда Photoshop будет вообще без тормозов работать. И еще один момент. Иногда бывает, что Photoshop подтормаживает, даже если у вас тут стоит много оперативной памяти. Это из-за того бывает, что этот Photoshop использует рабочий диск, тот же, на котором установлена операционная система. Если это у вас происходит, тогда лучше рабочий диск Photoshop задайте какой-нибудь другой, то есть на котором не стоит операционная система. Например, диск D. В основном операционка стоит на диске C, а диск D это под личные документы. Вот, в основном ставьте так. Ну, у меня, как видите, тоже неправильно тут стоит. На диске C используется рабочий диск. Но я как бы тормозов у этого Photoshop не замечал, поэтому пока что ничего менять не буду. И вот еще настройка История и Кэш. Ну, и здесь все понятно, да? Вот здесь вот, чем больше будет стоять цифра, тем больше шагов вот здесь в этой вкладке он будет запоминать. У меня сейчас стоит 37, это поэтому будет вот здесь вот в Истории 37 шагов запоминаться. Можете поставить и 100. Чем больше будет здесь цифра, тем больше памяти будет использоваться под это вот запоминание действий. Вам понятно, я думаю. Переходим дальше, курсоры. Ну, и здесь вообще лучше менять ничего не надо. Здесь все по умолчанию, как надо установлено. Ну, если вас чего-то не устраивает, можете поиграться. Вот здесь есть стандартный вид кисти, нормальный кончик кисти. Это обычный кружок, есть точный. В общем, я ничего тут не меняю. Если вам интересно, можете поменять. Дальше едем. Прозрачность и цветовой охват. Здесь тоже лучше ничего не трогать. Это вот вид этой шашечки. Ну, помните, мы там работали с прозрачными документами. И вот там эта прозрачность отображается, как вот эта вот шахматная доска такая. Вот, можете поменять этот вид. Здесь много всяких вариантов. Размер сетки и так далее. Посмотрим дальше. Единицы измерения и линейки. Вот здесь уже более интересная настройка. Вот, помните, когда мы работали с текста, я вам говорил, что там можно менять единицу измерения этого текста. У нас там стояли пункты. Но с пунктами, в общем-то, верстальщики работать не привыкли. Ну, я как бы ориентируюсь на то, что фотошоп-то мы изучаем как бы для сайтостроения. Да, в основном-то опору-то делаю вот на это, на веберское веб-мастерство. Поэтому в этой отрасли используются в основном пиксели. Но если вы там в какой-то другой отрасли работаете и привыкли работать с пунктами, то ставьте пункты. Тогда текст у вас будет там измеряться в пунктах, либо же там в миллиметрах, кому как удобно. Мне удобнее пиксели, поэтому я выбираю пиксели. И линейки тоже вот эти вот. Вот у нас тут линейка по вертикали и по горизонтали есть. Тут тоже измеряется она в пикселях. Можно поставить и в других единицах измерения, в дюймах, например. Вот появились дюймы, видите, сразу же. Ну, я поставлю пиксели. Ну, тут вроде пока что ничего такого особенного нету. Давайте дальше смотреть. Направляющая сетка и фрагменты. Здесь вы можете менять цвета этим направляющим, быстрым направляющим и сеткам. Меня все эти цвета устраивают нормально. Менять я цвета этим направляющим, сеткам и быстрым направляющим не собираюсь. Если вы хотите поменять, то, пожалуйста, вот тут выбирайте цвет любой, какой вам только нужен. Так, внешние модули. Здесь тоже менять ничего не рекомендую. Все внешние модули, если вы будете устанавливать в Photoshop, они будут устанавливаться по умолчанию. У него есть там своя папка по умолчанию в Photoshop. И туда все эти внешние модули будут устанавливаться. Менять тут что-то свое не имеет смысла особого. Дальше идем. Шрифты. Ну, здесь тоже со шрифтами. Лучше ничего не трогать. Вот размер образца для просмотра шрифта. Если у вас со зрением немножечко плоховатенько, да, и вы не можете различить шрифт в образце, то, ну вот смотрите, вот я выбираю текст. Вот он текст. И здесь вот видите образец шрифтов, вот он показывается. Вот если вам это не рассмотреть особо, то можете в этих настройках поставить не средний, а большой. Или если уж и этого мало, можете поставить вообще огромный. Тогда будете все видеть хорошо. Будете различать, как этот шрифт выглядит и каким лучше вам пользоваться. Вот. Вкладка 3D. Тут тоже лучше ничего не трогать. Все как надо уже установлено. Ну вот. В принципе тут этих настроек важных не так уж и много. Мы их прошли. Теперь вы будете знать, как их, если что, подковырнуть под себя, да. Рабочие среды умеете теперь восстанавливать, если там чего-то у вас перемудрится. Ну все, господа. Это у нас, как я сказал, наверное, завершающий урок из теоретической части. Такой основной, базовой, фундаментальной по фотошопу. Далее мы уже, если уж и будут выходить видео уроки по фотошопу, они уже будут практическими. То есть мы уже ничего изучать тут с вами не будем. Мы будем уже конкретно чего-то делать. Конкретно чего-то там рисовать, чего-то там сочинять. Что-то свое, короче, делать. Уже на базе тех знаний, которые мы получили. Вот. Поэтому давайте, если что, подписывайтесь. Если вы уже подписались, ставьте лайки. Все. Давайте, господа. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok